МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате обобщения теоретического и практического опыта был создан качественно новый вид спорта – рукопашный бой, включающий в себя наиболее эффективные приемы различных видов единоборств – самбо, дзюдо, бокса и карате. Сейчас в состав Тверского клуба Федерации рукопашного боя «Суворов» входит почти 600 спортсменов из Твери и 9 районов Верхневолжья. Воспитанница клуба из города Балагоя вошла в состав сборной России и будет представлять наш регион на Кубках мира. Команда большая у нас выезжало порядка 12 человек на всероссийские соревнования, на первые соревнования, на чемпионат. То есть мы сделали, особенно в этом году, мы сделали большой прорыв. Мы собрали большую команду сборную из сильнейших спортсменов в области. Основной акцент в клубе сделан на спортивное воспитание детей и подростков. Для занятий приглашают малышей шестилетнего возраста. Маленькая Алена еще не ходит в школу, но уже постигает основы рукопашного боя. Основная задача – это детям привить любовь к спорту. Это единственная задача, в принципе. А какой спорт на данном этапе, это еще не важно. Главное – любовь к спорту и здоровый образ жизни. Здесь борьба, удивительная довольно-таки. Приемы всякие, спортом хочу научиться. Вырабатывают в них дисциплину, характер. Пусть лучше занимаются, чем бродят по улицам. Пристальное внимание здесь уделяется детям, воспитывающихся в неполных, и так называемых асоциальных семьях. Здесь, знаете, эта тема для меня вообще, можно сказать, родная. Во-первых, я сам воспитывался в неблагополучной семье. Нас с сестрой воспитывала бабушка Александра Ивановна. Дай Бог ей здоровья. И, наверное, когда я занялся этой деятельностью, одно из условий было то, что я постараюсь сделать так, чтобы дети, которые хотят этого, любые, независимо от статуса, занимались спортом. Вторая составляющая, конечно, это наша сейчас, скажем так, ситуация, которая происходит с подростками. Это все, что касается антитеррористической защищенности, это взрывы, убийства в учебных заведениях. Данная категория детей, она наиболее подвержена негативному влиянию то есть социальных сетей и влиянию улицы. Так вот, наша задача – воспитать детей, объяснить им, что такое хорошо, что такое плохо. Вообще, как бы, союз единоборств создавался именно с этой целью, чтобы данные дети правильно социально адаптировались в обществе. Федерация рукопашного боя – это стопроцентный офицерский состав всех правоохранительных структур Верхнего Ужья. Собственно, и создавалось на базе, можно сказать, Тверского СОБРа все вот это мероприятие с разрешения тогда действующего командира Артема Валерьевича Гатаева. Он благословил нас на эту деятельность. Ну и, соответственно, можно сказать, что вот они с бабушкой это все делали, как бы и подтолкнули меня к этому. На турнир пришли семьями. Это небольшое, но уютное помещение едва вместило всех спортсменов и болельщиков. Мы тоже за то, чтобы спорт развивался. И мы понимаем, что не всегда это доступно для родителей. И, естественно, мы пошли навстречу. Ну, дети – это наше будущее. И хочется, чтобы каждый ребенок мог себя попробовать и понять, что не только улица, друзья, да, какие-то тусовки непонятные, но есть еще и тусовки спортивные, правильные, где можно получать адреналин также, да, показывать себя, добиваться результата. Какая-то мечта есть? Да. Какая? Победить всех. В этом турнире не было проигравших. Только первые и вторые места. Что очень важно, особенно малышам, для которых такие соревнования стали первыми. Конечно, хотел бы большое спасибо сказать своим спортсменам и старших групп, их родителям, которые закупили экипировку, которые поддерживают нас во всем. Потому что мы бы сами не справились. Все это, конечно, это большая семья. Также большая благодарность администрации данного заведения, где проходят тренировки Николаеву Александру Михайловне. Это большая благодарность гражданкину Александру за закупку экипировки. Большая благодарность Ешурину Владимиру Владимировичу за закупку подарков. Клуб рукопашного боя не зря носит имя прославленного русского полководца. Офицеры-тренеры стараются воспитывать детей по правилам жизни Александра Васильевича. Помните одно из них. Русский солдат силен не числом, а умением. Умение – дело нажимное. Но главное не только обучить детей навыкам борцовской техники, а воспитать настоящего человека. Пример у малышей наглядный. Старшие товарищи, которые всегда поддержат и протянут руку помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова